Девушки отдыхают 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 Поэтому, да, действительно у нас профиль абсолютно разный и отрасли совершенно разные. Также предприятия должны иметь выручку не менее 400 миллионов рублей для отбора первоначального. Сейчас в данный момент у нас порядка 10 предприятий уже участвуют в национальном проекте как под нашей региональной поддержкой, так и под поддержкой федерального центра компетенций. И у нас уже есть первые успехи, фудзавод, относящийся к холдингу Дороничи, который получил высокую оценку на федеральном уровне. Мы как раз проходили там и стажировку, и внедряли все инструменты бережливого производства. Также у нас предприятия-участники, например, спецмонтаж, вахруша литобовь, спичная фабрика «Белка фаворит», производственный холдинг «Здраво», фармацевтическая фабрика «Кировская» и мясокомбинат Дороничи, агрофирма Дороничи. За год у нас уже порядка 10 предприятий, которые подключились к национальному проекту. Как происходит отбор этих предприятий? Они сами заявляются, это желание должно быть со стороны предприятия, да, поучаствовать в проекте? Да, вся информация о национальном проекте, она уже достаточно доступна, и практика России показывает, насколько это эффективно реализуется, и поэтому многие собственники и руководители предприятия, они уже в курсе. И узнав о том, что у нас проект уже реализуется в Кировской области, они выступают сами с инициативой вступить в проект. Также мы рассматриваем все предприятия, которые их выручка превышает 400 миллионов, и сами можем выйти на контакт для того, чтобы предложить свою экспертную поддержку. Потому что мы видим, допустим, предприятия, на котором большой объем ручного труда и низкая автоматизация. Мы знаем, что здесь будут большие резервы для повышения производительности инструментами пережившего производства. Это сокращение потерь, сокращение ожидания, уменьшение различных проблем. В результате этого снижение себестоимости, снижение незавершенного производства и снижение времени протекания процессов, что в совокупности ведет к существенному повышению экономического результата предприятия без каких-либо капитальных вложений. Естественно, для собственников и руководителей предприятия это является очень интересным предложением, поэтому мы далее встречаемся. К нам проводят экскурсию по предприятию, эксперты уже своим насмотренным взглядом видят, где что они могут улучшить, потому что это не первое предприятие, на которое они приходят. Соответственно, мы уже вначале проговариваем свои предложения и резервы, и далее уже заключаются соглашения с регионом, так как учредителем является Министерство промышленности Кировской области, и предприятие должно заключить соглашение с регионом, и далее уже СРЦК на оказание данного вида услуг. Совершенно бесплатно. Раз уж Ирина Александровна сказала, как это происходит, будем конкретно разбираться, что называется, да. Вот вы встретились с руководителем того или иного предприятия, ну вот из тех, с кем вы работали, да, кого Евгений перечисляла. Человек вам говорит, я хочу поучаствовать в проекте, и что происходит дальше? То есть вы приходите на экскурсию, про которую говорит Ирина Александровна. Что это за экскурсия? Мы проходим по предприятию полностью, по полному циклу производства продукции. Обычно нас сопровождает начальник производства, как человек, который может нам рассказать все проблемы и показать полностью технологический процесс, потому что это очень важно. Также нас обычно сопровождает генеральный директор для того, чтобы мы могли обсудить в дальнейшем какие-то стратегические вопросы реализации проекта. Соответственно, в рамках данной экскурсии мы полностью проходим по потоку создания продукта. То есть вот цепочка такая, да, выстраиваете? Да, цепочка, да. Это, естественно, делается тогда, когда идет производственный процесс, то есть все рабочие на местах. Мы видим тот функционал, те операции, которые они выполняют, те объемы, допустим, незавершенного производства, которые находятся между участками. Можем даже сразу отследить какие-то лишние передвижения. Людям, которые постоянно там работают, им просто это незаметно. А когда приходит эксперт со стороны, с насмотренным взглядом, он уже выцепляет вот эти проблемные участки и может даже на первоначальном этапе показать, а почему, а зачем, а что происходит. И вот этими вопросами мы выходим на то, что есть резервы для именно оптимизации. Давайте возьмем пример конкретное предприятие. Вообще бережливое производство – это что такое? Смотрите, если научным языком бережливое производство – это целая концепция управления как производством, так и предприятием, которая основана на непрерывном совершенствовании процессов и устранению всех видов потерь. Простым языком бережливое производство – это действительно поиск и устранение всех неэффективностей, всех потерь, которые у нас присутствуют на рабочем месте. То есть это лишнее движение оператора, сотрудника, это ожидание инструмента, заявки, плана производства, это перепроизводство, это ненужная транспортировка из цеха в цех, допустим, или из города в город. Именно устранение вот этих вот потерь – это большой скрытый резерв предприятия. То есть мы работаем с основными показателями в потоке – это время протекания процесса, то есть учимся делать быстрее запасы в потоке, то есть запасы – это наши замороженные деньги, да, и сокращение запасов в потоке, в производстве, на складах, как готовой продукции, так и сырья и материалов – это также огромный ресурс, который можно использовать для развития предприятия. Ну и выработка – третий показатель, когда человек за одно и то же время может сделать больше, исключив как раз вот потери, которые присутствуют на рабочем месте. И именно в рамках бережливого производства мы сотрудникам рабочей группы показываем, какие инструменты могут выявить эти потери и как с ними бороться. То есть прежде всего все-таки речь идет именно об экономии времени. Это не только время, допустим, если мы говорим о незавершенном производстве, это замороженные деньги, которые находятся у нас в цехах, либо на складах в виде сырья. И если мы ускоряем вот цикл вот обработки незавершенного производства, обработки сырья, соответственно, мы эти финансовые ресурсы мы просто вытаскиваем, и они уже находятся у нас на расчетном счете. То есть это увеличение свободного денежного потока предприятия, что тоже немаловажно. Все равно деньги нужны. А как руководитель предприятия вообще понимает, что вот пришло время ему заняться этим вопросом? Наверное, когда у него есть заказ, он понимает, что он успевает его выполнять. Это не разово, а уже как бы стало системно. И вот как раз наша задача усовершенствовать эти процессы и понять, где терять ресурсы, чтобы он все-таки успевал выдавать вовремя свой заказ. Если он не будет выдавать заказ, соответственно, он может потерять клиентов и потерять свою конкурентоспособность вообще на рынке. Что происходит, когда вы приходите на предприятие, вы прошли, вы посмотрели? Вот эта вот диагностика первоначальная, она прошла. Что следует дальше? Ну вот Ирина Александровна сказала, что мы приходим, знакомимся с производством, но этого недостаточно, чтобы мы уже зашли и начали действовать. То есть после встречи мы заполняем чек-лист, то, что и сам генеральный директор готов выделить ресурсы, что он сам готов к этим изменениям, потому что это немаловажный фактор, что он готов включиться в этот проект. Без поддержки высшего руководства, мне кажется, ничего не получится. После того, как мы проводим мощный отбор, как раз заполняем этот чек-лист, дальше мы подписываем соглашение и договариваемся дать выхода на предприятие. Соответственно, мы приходим на предприятие, проводим стартовое совещание, и вот как раз после стартового совещания начинается диагностика. Но прежде чем прийти к диагностике, у нас сотрудники рабочей группы проходят обучение. И дальше, когда уже рабочая группа прошла обучение, мы уже можем разговаривать на одном языке, и когда мы выходим уже непосредственно на производство, они понимают, на что обращать внимание, какие инструменты применять, мы им показываем, как это правильно делать. И вот таким образом мы идем в течение трех месяцев, смотрим, выявляем потери, проблемы, чтобы потом в дальнейшем было на чем работать, их устранять. То есть не происходит так, что вот вы пришли, и только вы этим занимаетесь вопросом, да, предприятие сидит и ждет, а когда же нам сейчас сделают так, чтобы у нас все заработало как следует, да? Ну, роль играет, конечно, рабочая группа, потому что в дальнейшем, после того, как мы активную фазу закончим, то дальше реализация, тиражирование полученных знаний занимается как раз непосредственно рабочая группа. А также у нас предусмотрено в рамках реализации проекта создание на предприятии проектного офиса, либо наделение функций вот этого какого-то структурного подразделения, которое непосредственно дальше будет инициировать эти проекты, мониторить их и дальше совершенствовать производственные процессы на других участках, на других подразделениях. Допустим, на каком-то производственном участке в каком-то цехе обнаруживается в результате анализа уже с рабочей группой, что превышение процента брака. Но наши эксперты уже полгода реализовали этот проект, они организовали уже проектный офис, там функционируют уже эксперты по бережливому производству самого предприятия. И вот на том подразделении, где этот брак у нас образуется, свыше нормы, они создают там уже рабочую группу и совместно с руководителем проекта именно на предприятии, они уже реализуют план мероприятий по снижению данного процента брака. То есть это такая комплексная работа на совмещении именно методологии и самих сотрудников на рабочем участке, потому что лучше самих сотрудников на рабочем участке никто эти резервы не изыщет. Но им недостаточно организационных, может быть, каких-то навыков, им недостаточно вот этой дорожной карты для того, чтобы постепенно эту проблему решить на участке. И для этого подключается проектный офис, который, по сути, и ведет вот эти точечные проекты на всех подразделениях предприятия. И в совокупности мы, естественно, приходим уже к общему результату по снижению себестоимости, по исключению этих проблем и дальнейшему развитию. И если вот говорить о руководителях предприятия, почему они вступают в проект, то, как я заметила на практике, все руководители, которые вступают в проект, они уже сталкивались с бережливым производством в какой-то момент, на каком-то этапе развития предприятия. Либо вообще их интересует именно развитие, динамика, не стоять на месте, то есть управлять своими ресурсами. Именно такие предприятия вступают в проект. То есть это активные? Это активные, это инициативные руководители, нацеленные на развитие, у которых есть уже четко сформулированные цели на будущее. Ну вот руководители-то активные, а рабочая-то группа как формируется? Тоже активные какие-то сотрудники в нее включаются? По какому-то признаку их отбирают, Сергей? Ну да, рабочая группа, она прежде всего состоит из так называемого периметра проекта. Периметр проекта это то, куда входят все структурные подразделения того потока, который мы с вами берем для реализации. Это может быть и ОТК, и входной контроль, и склады, и непосредственно само производство. Как правило, это линейное или топ-руководители. Да, генерального директора мы не берем в связи с его отсутствием времени. Да, берем уже зам генерального и ниже, ниже, ниже. Вот. И также эта рабочая группа у нас проходит, как Евгения говорила, уже обучение. Оно состоит из двух модулей. Первый модуль это базовый, где рабочая группа проходит обучение под этим программом, как основы бережливого производства, кортирование, 5С, производственный анализ. Это теоретические такие знания, да? Да, они теоретические, но во время обучения происходит не только теория, она подкрепляется практикой. Причем на примере конкретного предприятия, да? Да, можно, можно, да, абсолютно подобрать тейс под конкретное предприятие, да. Есть универсальные тейсы, да. У нас главное погрузить людей, скажем, в рабочий процесс, даже топ-менеджеров, которые, ну, грубо говоря, скажем, находятся в кабинетах в связи с своей работой, да. Да, мы их погружаем, переодеваем как бы в роль операторов, наладчиков, рабочих, да, чтобы на себе понять, чтобы человек мог не только услышать, но и руками пособирать, прочувствовать, да. Есть определенные тейсы, упражнения, которые на это рассчитаны. После прохождения обучения пяти базовых модулей, дальше у нас идет обучение спецпредметам, такие как методика решения проблем, стандартизированная работа, смед, быстрая перенаводка, да. Это уже более спецпредметы, которые направлены на решение вопросов и проблем, скажем, в оборудовании. Туда мы уже привлекаем спецподразделения, как наладчики, да, кто занимается переналадкой, больше кто операторы работают на том или ином оборудовании. Как бы можно и так, и так. Также у нас существует еще уникальная для Тиросской области, созданная на базе нашего офиса, фабрика процессов. Это что такое? Да, фабрика процессов, это тоже как элемент обучения, подобных здесь в нашем регионе нет. Это тренировочный модуль такой, да, получается? Да, да, в какой-то степени это тренировочный модуль, это имитация настоящей производственной площадки, да. Мы с коллегами из предприятий, которые к нам приходят, с рабочей группой, мы собираем пульт управления регулятора давления газа. Это настоящая деталь, она состоит, скажем, многом номенклатурная, маленькие детальки. Подождите, скажите, как это, то есть вот реально вы там винтики, шурупчики? Да, 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 все верно, да, на самом деле все верно. У нас распределяются роли между участниками, каждый становится либо оператором, либо ОТК, либо бригадиром, начальником, да. То есть он командует? Да, командует, да, полностью производственный процесс, собираем ручками, разбираем, предъявляем, сдаем клиенту, у нас есть определенный план, есть три смены, да, и нам надо уложиться, выполнить в течение трех смен данный план. Между каждыми сменами мы проводим совещание информационного центра. Да, мы считаем, сколько мы заработали, сколько мы потеряли, как оптимизировать дальше процесс, опять же, за счет внедрения инструментов бережливого производства. Наша главная цель – обкатать, да, навыки и инструменты бережливого производства, получить эти знания, с ними потом прийти на производство, и распространять их, диражировать на предприятии, которые принимают участие в национальном проекте. Через фабрику процессов проходят все ваши… Да, 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 абсолютно, да. Все предприятия, участники национального проекта, да, все полностью принимают участие в обучении, в таком виде обучения, как фабрика процессов. Ну, также на ней еще есть теоретический блок, но основная задача – это практика. Мне даже кажется, что тут не столько бережливое производство, сколько вообще формирование команды вот этой, да, которая потом будет на предприятии работать в дальнейшем. Ну, да, да, вы все верно заметили, даже когда у нас участвуют холдинги, да, между собой, как правило, предприятия и люди знакомы. Ага. И у них такой момент получается… На корпоративных пересекались, например, да. Да, 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 да. Бывает всякое. Всякое бывает, да. И в том числе, получается, у них уже начинается спортивный интерес, то есть нисколько, да, а какая команда лучше, а какое предприятие круче, да. И вот они начинают между собой такой внештатный азарт появляться у людей, тем не менее, это имеет большой вес, да, в подогреве, в мотивации, чтобы все-таки выполнить план, да, выполнить заказ. И также вот повторюсь, когда говорил про первые пять модулей обучения, там есть тоже похожая ситуация на основах бережливого производства. Мы погружаемся в цех сборки штепсельных вилок. Штепсельная вилка – это как розетка. В принципе, проводим то же самое, да, но фабрика процессов там уже железная, это те большие детали. Штепсельные вилочки, они поменьше. Задача та же самая. Три смены изучить и применить на эти инструменты бережливого производства, чтобы выполнить план заказ, который нужен клиенту. Слушайте, а команда-то большая, ну вот штепсельная вилка, она же маленькая, как там, 10-15 человек вокруг нее же не будут ходить. Нет, там подразумевают под собой обучение в двух командах, как правило, пять операторов, лагист, тот, кто обеспечивает деталями, как, ну, склад, естественно, начальник, да, Все остальные могут быть менеджерами по улучшениям, хронометрировать, записывать время выполнения каждой из операций, да, и между сменами, между тремя сменами проводится большой объем лекций, на которых рассказываются инструменты бережливого производства, участники с ними знакомятся. После лекций же, во время подготовки к следующей смене, участникам необходимо их применить, оптимизировать свое производство, обосновать, выполнить заказ. Но это вот на фабрике процессов, а непосредственно на предприятии, вот в эту команду стартовую, которую вы собираете, которая потом будет заниматься внедрением уже в дальнейшем бережливого производства. Сколько человек в нее входит или сколько должно входить оптимально, чтобы был хороший результат? Важно, чтобы это были люди разного, скажем так, да, профиля. Как правило, у нас рабочая группа 14-15 человек, причем в этой группе у нас есть ответственно по направлениям, то есть также, когда мы заходим в предприятие, мы закрепляем ответственным за 4 направления – оптимизация потоков, декомпозиция целей, обучение и управление изменениями. И, во-первых, там всегда у каждого ответственного по направлениям есть своя мини-еще группа, которая вот работает в его направлении. Из этих людей складывается сама рабочая группа, вот 14-15 человек. То есть это вот оптимальные числа? Да, потому что и сами мы же прекрасно понимаем, что есть основная работа, основные рабочие процессы. Вот я хотела спросить, да, ведь руководитель предприятия должен понимать, что на какое-то время этот сотрудник, он будет выключен, да, получается, из своей основной работы? Ну, не то, что выключен, мы всегда, когда вот как раз в момент отбора мы спрашиваем готовность генерального директора выделить вот этот ресурс. Как правило, у него занимает на неделе порядка трех часов, ну, каждый день, на один день вот этого проекта. То есть не совсем человек полностью теряется. То есть он на предприятии продолжает работать, просто руководитель должен понимать, что в какое-то время у человека учеба? И не только учеба, но еще вот в дальнейшем, когда вот мы сейчас на предприятиях вот как раз спецмонтаж, с рабочей группой внедряем инструменты бережливого производства, делаем анализ, смотрим, так же, как вот и на фарме, на спичной фабрике. Да, смотрите, вот рабочая группа, конечно, это вопрос такой количественный. По-разному зависит от предприятия. От размеров, да? От размеров предприятия, конечно, от той работы, которую они выполняют. Но в любом случае рабочая группа должна присутствовать на площадке, чтобы эксперты могли поделиться знаниями и практическими навыками, то есть отработкой тех теоретических аспектов, которые они получают. В принципе, в рабочую группу, либо для решения каких-то вопросов, может привлекаться любой специалист предприятия. То есть если у нас есть какие-то вопросы, которые данный специалист может там подсветить, либо ответить на эти вопросы, либо предложить что-то. Ага, но при этом в число членов рабочей группы он не входит, его могут привлекать просто, да? Да, рабочая группа закрепляется приказом, да, то есть это тот костяк активных, мотивированных сотрудников, которые, в принципе, вот весь этот объем работы по проекту берут на себя. Еще важен, наверное, тот аспект, что в рамках реализации программы используется человеческий потенциал. То есть люди на местах, как никто другой, знают, как сделать свой труд, свою операцию проще, удобнее, эффективнее. Поэтому в рамках программы предприятия формируют положение о предложениях по улучшению и, соответственно, запускают вот эту идею снизу по улучшению процесса. Поэтому, когда это работает в купе, с теми моментами, которые, допустим, мы даем рабочей группе, то это достаточно высокий потенциал, да? То есть мы приходим, допустим, стандаризированную работу проводим, и тут же у человека какие-то мнения по поводу этому, да? Давайте сделаем вот так, здесь мне будет удобнее, здесь я буду быстрее. Почему мне материалы приносят сейчас, допустим, они тогда, когда они мне нужны? В купе это работает как большой такой запас. А что происходит с рабочей группой? Ну, то есть вот она сформирована, она уже там задачи какие-то увидела, увидела, вы начинаете смотреть, как что работает, что-то даже внедряется, да? А дальше, то есть, ну вот вы с ними поработали, вы ушли, например, да? Дальше рабочая группа, она остается работать на предприятии в том же составе? Или они свои задачи решили и расформировались? Мы, когда через полгода завершаем проект, мы пишем план тиражирования. На три года вперед, какие проекты предприятия планируют дальше усовершенствовать. И дальше уже инициатором того или иного проекта становится тот проектный офис. И сотрудники проектного офиса, который будет создан, либо на базе какого-то структурного подразделения, они должны инициировать. И уже в зависимости от того, на какой процесс направлен на улучшение, например, на инженерную службу, да, соответственно, рабочая группа будет связана, как раз, наверное, со всеми этими работниками инженерной службы. Если процесс направлен на производство, то, возможно, вернуться к той рабочей группе, которая была изначально. То есть это все индивидуально в зависимости от того проекта, который есть. И хотела бы еще добавить по поводу, вот Владимир сказал, когда мы внедряем какие-то улучшения, мы не ломаем систему работы. То есть многие считают, что мы пришли... И руководители боятся, наверное. Да, что мы пришли и начинаем указывать, как работать правильно, когда люди работали годами, десятилетиями, что вот мы так работали, а пришли и начинают ломать систему. А люди это ой как не любят, когда вот так внедряются со стороны. Но мы не ломаем их работу, мы наоборот с ними разговариваем, мы спрашиваем, а все ли вас устраивает. А если бы сделать вот так, было бы удобнее, что бы вы хотели еще улучшить, может стул поменять. Многие люди боятся же говорить о своих проблемах. И вот во многих предприятиях потом возникают предложения по улучшениям. Есть такие доски плача, грубо говоря, когда... Что это такое? Когда сотрудник может написать свои пожелания, которым он бы в любой жизни бы это не мог не сказать. Могут написать... Пожелания к руководителю, да? Руководителю, да, не обязательно к генеральному директору, может быть к мастеру, может быть к начальнику цеха. Бригадиру, да, своему. То есть там любые вопросы, начиная от доставки и питания, да, заканчивая вот именно каким-то производственным процессом. Прямо на бумажке он это пишет? Могут на бумажке, могут на маркерной доске, на магнитной доске, то есть по-разному. Каждое предприятие сами принимает решение, каким образом. А не боятся, кстати, ну вот по опыту вашему, вы же со многими предприятиями работали, не боятся сотрудники так открыто заявлять о своих пожеланиях? Ну, в нашей практике такого не было, но это же, во-первых, можно сделать анонимно. То есть можно не подписываться. Да, а потом просто как результат рассмотрения вопроса, либо предложения, уже просто вывешиваться на общее обозрение. Такого нет, что бояться, они же не критикуют руководство, они же свои предложения высказывают. Ну, люди как бы у нас молчат, а тут мы помогаем, чтобы они сами усовершенствовали свою деятельность, чтобы им было легко и комфортно работать, и самое главное, безопасно и эффективно. Действительно, это важный аспект при построении производственной системы, да, не скрывать проблемы, а открыто их обсуждать. Были на одном из предприятий недавно, у них, допустим, поощряется выявление брака на рабочем месте. То есть если я брак выявляю, предъявляю его, это поощряется. То есть плюсик какой-то тебе станет, потому что потом на премии сказывается, да? Да, обычно за брак наказывают, а тут поощрение. То есть он дальше этот брак не пустит в производстве, ценность будет добавляться, в результате будет переделка. То есть мы на раннем этапе этот брак выявляем, соответственно, экономим и наши финансовые, и людские ресурсы. А самое главное еще то, что когда мы находим проблему, мы не ищем виновного, а мы ищем коренную причину этой проблемы. Многие боятся говорить про проблему, думают, что будут искать виноватого. Вы сейчас подставят, да, кого-то ищите? Да, мы не ищем фамилию им, да, мы вот именно как раз ищем причину, почему это возникло. Как раз инструменты бережливого производства нам помогают выявить ту коренную причину. Что такое коренная причина? Коренная причина, это опять же коснулись вопроса обучения. То есть здесь, если, скажем, чтобы проще было понять, есть доктор, есть заболевание, да, которое лечит. Как правило, надо лечить что? То есть не симптомы, да, а именно причина, да, потому что если мы причину не устраним, симптомы будут продолжаться, это в лучшем случае, в худшем случае будут усложняться. Да, будут усложнения, которые могут привести к более серьезным последствиям. Это что касаемо здоровья человека, то же самое аналогия касаемо здорового предприятия, уровня предприятия, да. Коренная причина – это то, из-за чего происходит проблема. Есть определенные правила, есть определенные инструменты, методики, которые позволяют выявить коренную причину, из-за чего же это происходит, и то, что на нее влияет тоже. То есть когда мы ее устраняем, да, то тогда у нас, естественно, и уходит сама проблема. То есть на… Системность уходит. Да, да, системность. То есть есть и на пути, скажем, устранения коренной причины проблемы, есть, скажем, ряд мер, которые пока мы ее не нашли, саму проблему, но эти последствия, симптомы дает нам ограничить. То есть какие-то корректирующие действия, есть временные, есть невременные, да. И еще хочу вот сказать, то, чтобы она не повторилась, каждый инструмент бережилевого производства, практически каждый у нас заканчивается стандартом. То есть все, к чему мы не приходим, о чем мы не говорим, у нас заканчивается стандартом. Стандарт, естественно, должен быть актуальный, живой, касаемо оборудования, движения человека, либо всего-всего. Атмосфера имеется в виду влажность, да, пыль в цехе, да, смотря какое производство, конечно. О чем мы говорим, стандарт, самое главное, дает нам то, что мы не можем откатиться назад, в том плане, чего достигли. На бумаге прямо написано. Да, все правильно, да, 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 да. Действия, фотография, время, которое необходимо потратить на это действие. Да. В зависимости от чего, да, от выполнения операции, либо от переналадки, то есть что куда пойти, куда принести. И, допустим, как правило, предприятия работают сменно. И есть человеческий фактор. Одна смена работает лучше, другая смена либо еще лучше, либо чуть хуже. И вот эти стандарты приводят к тому, что... Уравниваются. Уравниваются, да. И еще к чему мы стремимся, что, например, вот вы никогда не выполняли эту операцию и пришли на производство, посмотрев стандарты, вы смогли приступить к действиям, не тревожа другого человека, то есть настолько сильно он должен быть понятен. Там все написано, ты приходишь, посмотрел на вот эту вот инструкцию и начал действовать. Нам сейчас нужно будет прерваться на рекламу, через полминуты мы вернемся в студию, продолжим разговор с нашими гостями. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Евгения Королева, Сергей Злотко, Владимир Шмаков. Это региональный центр компетенции в сфере производительности труда Кировской области. Мы говорим сегодня про бережливое производство и про то, как выстроить вообще вот это вот на своем предприятии. Несколько предприятий Кировской области уже принимают участие в проекте. Это бесплатно, как мы выяснили у наших гостей. Я хотела вас спросить. Вот Сергей рассказывает, да, мы ищем причины того, почему там, например, происходит. Владимир говорит, брак, например, да, на производстве поощряется, выявление этого брака. А вот в вашей практике были случаи, когда, например, причиной чего-то нехорошего являлся человек, и этого человека потом там, не знаю, уволили. Причиной является культура производства. Может такое быть, опять же, да, не конкретно какой-то человек. Если, как правило, это культура производства, когда это делают участками, цехами, либо всем предприятием. То есть культура, она может быть, может не быть, также может быть высокой, может быть низкой. То есть от этого и есть как раз, может и быть брак, да, то есть просто от ответственности человека к выполнению своей, скажем, операции, на которой он находится. Опять же, есть такие моменты, когда погонят за деньгами, когда человек, если сдельщик, ему без разницы, в принципе, там особо на качество. Главное сделать побольше. Побольше сделать, да, денежек побольше заработать, а как там дальше, потом будет уже не его проблемы, да. Есть такие моменты, культура производства, это просто называется, да. Опять же, у нас есть инструменты, которые помогают с этим бороться. И опять же, повторюсь, то, что это не те стандарты, не те правила, такие как встроенное качество ворота, качество правил трех не. Не производи, не передавай, не принимай брак. Этому всему мы обучаем рабочую группу, создаем проектный офис. Там уже в рамках, как Евгения говорила, тиражирования по всему предприятию внутренние инструктора бережливого производства, которые остаются после нашего ухода с предприятия, не дают откатиться назад к исходному состоянию, да, когда у нас отсутствует такая культура, да. Они полностью постоянно поддерживают на плаву такой момент, не дает откатиться просто назад. А вот это, кстати, насколько регулярно должно происходить? То есть вот вы поработали, вы ушли, есть рабочая группа, которая занимается теперь этим вопросом, она должна с какой-то регулярностью, например, да, проводить обучение, либо занятия какие-то? Или она может это делать или не делать? Просто отслеживать как-то? В плане тиражирования, который мы составляем, там уже указаны сроки, в какие моменты они должны начинать. После нашего ухода на предприятии остаются два внутренних тренера, либо инструктора, которые также, как Сергей, проходят обучение и допускаются к самостоятельной работе. Если при нашем участии рабочая группа только получает основу бережливого производства и спецпредметы, то потом эти внутренние структура уже тиражируют полученное знание на других сотрудников предприятия. А вообще вот хотелось бы к Сергею добавить, что вообще бережливое производство не подразумевает сокращение либо увольнение людей. У нас даже если в процессе оптимизации освобождаются люди, то они, как правило, перепрофилируются на другие участки. Их никто не увольняет. И даже если, допустим, какая-то действительно есть причина брака, то, опять-таки, не всегда виновен человек. Плохо проинструктировали и плохо объяснили. И мы как раз ищем, почему это происходит. И, как правило, у нас нет такого, чтобы люди высвобождались. Человеческий фактор, конечно, есть всегда. По браку имеется в виду. Брак, конечно, это в настоящее время на многих реальных производствах вещь, которая присутствует. Но уменьшение количества брака – это тоже одна из задач рыжливого производства. Это и ворота качества, то есть какой-то ранний контроль, чтобы не передавать дальше брак. Но брак, я думаю, что он присущ любому производству, потому что это не только человеческий фактор, но это же и материалы, и сырье, и определенная среда. То есть много факторов, которые могут приводить к браку. Скорее всего, на каждом предприятии разработаны механизмы и регулирования, и система поощрения, наказания. Все, что мы можем устранить в рамках бережливого производства, конечно, мы с этим работаем. А Сергей сказал про двух человек, двух тренеров, которые остаются на предприятии. Они какое-то отдельное обучение должны проходить, помимо того, что вы делаете, когда приходите. То есть они в вашем центре занимаются, и вообще, где вы их находите. То есть по желанию они высказывают желание свое, назначает, например, их руководитель предприятия. Их из числа членов рабочей группы выбираете, наиболее активно. Ну да, конечно, они являются членами рабочей группы, но тем не менее, это должны быть люди, которые готовы и могут выполнять эти задачи. То есть если человек, скажем, по своей сущности замкнутый, тяжело общаться, то... Интроверт. Да, у него тяжело будет, потому что это само по себе, опять же, подразумевает общение, обучение. Постоянно находиться в полях так называемых, то есть в цехах надо ходить, разговаривать, собирать обратную связь с рабочих. То есть, конечно, это должны быть те максимально коммуникабельные, активные люди. Как правило, их два. Расчет простой. По принципу один тренер на 500 сотрудников предприятия. Если, конечно, предприятие небольшое, все равно два человека. Все равно два, такой базис, все равно такой минимум. Если же большое берем... Но они же должны быть взаимосвименяемы, наверное, да? Мало ли... Естественно, конечно, там есть и декреты, как правило, да. Потому что чаще всего это девочки, да. Это я такой, не секрет абсолютно. В какой-то степени почему-то им, видимо, проще. Они более общительные. Более, да, более общительные. Они также проходят обучение. По той же, скажем, программе, которую проходят тренера региональных центров компетенции. Принципы, то же самое, например, чему я обучаю топовых сотрудников предприятия. То же самое в рамках тиражирования, создания проектного офиса. И делают они. Но обучают уже не топ-руководители, а, скажем, начиная с линейных. Это начальники цехов, участков мастера. И также непосредственно сами сотрудники предприятия, рабочие операторы. Вот этим образом. Как происходит вообще вовлечение, скажем так, предприятия в работу с вами? Это можно сделать в любое время, то есть в любое время года. Они могут обратиться к вам. Вы наборы какие-то объявляете, да, что вот у нас начинается новый набор вот в эту школу регионального центра. Ну, у нас всего до 2024 года запланировано 24 предприятия, что мы должны получать в национальном проекте. А вы перечисляли порядка 10, по-моему. Да, но там под региональной поддержкой сейчас, да, у меня уже 4 предприятия. А те, которые были названы до, там порядка 5, это под федеральным центром компетенции. То есть пока 4 из 24 получается, да? Сейчас, да. На региональном уровне. Да, да, да. Но чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт производительность.рф. Там есть кнопочка «Подать заявку», заполнить минимальную отчетность и далее ждать, когда придет. Ждать вызова. Ну, да, то есть процедура каким образом, значит, идет сначала экспертная оценка на уровне федерального центра компетенции, о том, что действительно предприятие по КВЭДу подходит в данную отрасль, в которой мы работаем, и выручка, которую они заявили. С ответствием, да, условием проекта. После этого, да, значит, статус переходит в планирование визита, и вот как раз Ирина Александровна говорила, что мы выезжаем на предприятие, заполняем чек-лист и проводим мощный отбор. Поэтому, как такового, конкретных сроков приема заявок нет, то есть можно зайти на сайт, подать заявку. Если есть какие-то вопросы, можно обратиться к нам в региональный центр компетенции на сайт rcc43.ru, либо наш офис находится по адресу улица Молодая Гвардия, 84-1. То есть можно просто прийти и посоветоваться, проконсультироваться. Все-таки предприятие, ведь оно все равно как-то выстраивает свою работу, да, то есть вот люди поняли, что им нужно заняться этим вопросом. Сколько времени проходит от момента, там, заполнения заявки до момента, когда вы связываетесь с предприятием и выезжаете к ним? Все очень индивидуально, то есть бывает и очень быстро, если предприятие действительно заинтересовано. Бывает то, что предприятие может подать заявку, а есть такой момент сезонности. Например, когда вся рабочая группа, все сотрудники направлены именно, как вот, допустим, сельхозпредприятие, на сбор урожая, например. Понятно, в общем, у них горячая пора и не до обучения сейчас. Да, и мы договариваемся как раз, что вот подбираем тот момент, когда нам лучше зайти к ним для того, чтобы начинать это внедрение. Для поддержки реализации программы создана специальная онлайн-площадка производительность РФ, где любые сотрудники, все сотрудники предприятий и участников нацпроекта могут зарегистрироваться в личном кабинете и получить доступ к достаточно большому объему информации. То есть там еще материалы какие-то есть, теоретические, которые можно изучить. И тренеры внутренние, да, которые остаются на предприятии, и сотрудники, и участники рабочей группы, они все проходят специальные электронные курсы, которые находятся как раз вот на сайте. Они имеют доступ к лучшим практикам, к робочным типовым решениям, большая, огромная там библиотека. Достаточно большой ресурс про бережливое производство, аккумулирован на данной площадке. Пока бесплатно. Производительность.рф, RCC, то есть региональный центр компетенции, 43.ру, либо молодой гвардии 84, дробь 1. Да, еще многоканальный телефон у нас есть, 8 800 550 38 60. Спасибо большое нашим гостям, Евгения Королева, Сергея Злотко, Владимир Шмаков, региональный центр компетенции в сфере производительности труда Кировской области. Пожалуйста, обращайтесь, потому что возможности еще есть. До свидания. До свидания. До свидания.